Сегодня мне выпала честь с вами поговорить о том, как мы развиваем продукт Директ, куда идем, чего ждать вам в ближайшее время и в не очень ближайшее. Открыто поговорю о протфокусах, как обещали Вика и Леня. Ну и что, кажется, пора начинать. Я выступление разбила на три блока. Начать хочу с того, собственно, куда мы идем. Дальше немного с вами поговорить о кейсах, о примерах того, что получают клиенты от наших продуктов. И закончить советами небольшими, чек-листом. И вот если я заболтаюсь по каким-то причинам, и на эту третью часть у нас не хватит времени, давайте мы ее с вами схлопнем в пользу вопросов и ответов. А дальше в рассылке материалов я обязательно пришлю вам расширенную версию со всеми подробностями, с чек-листами, с какими-нибудь сюрпризами, пасхальными яйцами. Ну что, со структурой я закончила. Давайте, наверное, перейдем к сути. Я уверена, что множество раз вы слышали от нас про ключевую задачу нашего Директе. Мы стараемся сделать Директ в этом году и в следующем, и дальше универсальной рекламной платформой, которая позволяет решать как можно больше задач рекламодателя на разных уровнях воронки. Вот прямо сейчас воронка может выглядеть так. Это не полный список наших продуктов на слайде, это просто пример того, как конкретный рекламодатель сплетует их для себя. Вы эту воронку можете менять и дополнять, например, на первый уровень смело добавить наружку, которая в Директе только-только готовится появиться, но в качестве одного из рекламных продуктов Яндекса в бете уже доступна. Можно пробовать, тестировать, обращаться к менеджеру. Когда я говорю о том, что мы расшиваем воронку, наверное, уместно и удобно этот пример привести на видеорекламе. Я надеюсь, вы потестировали, уже попробовали наш CPC-видеоформат, который сначала начинал свое развитие в виде видеодополнений, а теперь вырос в самостоятельные видеообъявления с отдельным более гибким управлением. И это продукт для перформанса. И с этой задачей он отлично справляется. Он прямо заметно, статозначимо снижает средний CPA в компаниях клиентов. Но на этом мы, конечно, не хотим останавливаться. У нас много хорошего премиального видеоинвентаря. И следующим шагом мы разрабатываем и собираемся добавить в Директ CPM и CPV продукты видео для того, чтобы вы и ваши клиенты могли решать в том числе имиджевые задачи на этом типе инвентаря. Когда я говорю про все вот эти вещи, добавление наружки, добавление CPM-видео и других новых форматов, конечно же, само по себе создание новых форматов — это такая верхушка айсберга в нашей общей задаче предоставить клиенту максимум решений на платформе Директа. Потому что что значит добавить новые форматы? Добавляя 1, 2, 3 новых формата, мы, конечно же, понимаем и держим в голове, что у вас, у специалистов не отрастает 2-3 новых руки, чтобы всем этим заниматься. Для нас очень большой, очень важный фокус — это упрощать для вас работу со всеми типами рутины, упрощать для вас создание компаний, предоставить вам больше инструментов для работы с креативом, автоматизировать все, что можно автоматизировать. И для нас это большой, значимый ресурсоемкий продуктовый процесс, по которому мы непрерывно движемся. Ну и третья часть работы, которую мы тоже никогда не забываем, — это качество. Это вот такой комплексный блок, абсолютно процессный, который никогда не прерывается, праздник, который всегда с тобой. Это качество всего, это модерация, это антифрод, это биткоррекшен, о котором я попозже поговорю. И вот из такой пирамидки в целом состоит наше основное продуктовое развитие. Все это, конечно же, приземляется дополнительно еще и на интерфейсы, на то, где вы работаете с рекламой, как вы с ней взаимодействуете. И об этом я тоже сегодня расскажу. Думаю, от вот этой теории стоит перейти к практике. И вот я уже назвала несколько таких глобальных вещей, сказала про наружку, сказала про медийку, про видео. Конечно, мы все хотим, ну, вот это все развивать, но есть еще абсолютно бесчисленное, на мой взгляд, количество задач, маленьких, ну, маленьких, средних, которые тоже можно поделать в этом направлении, чтобы наш инвентарь сделать более универсальным для вас, и для того, чтобы вы каждую из своих задач решали лучше. Например, вот на этом слайде довольно свежий тест, вы могли его видеть. Это динамические объявления, которые стали попадать в товарную галерею на поиски, туда, где раньше показывался только маркет. Тест хороший, ну, слава богу, в динамических объявлениях есть фиды, а в фидах у многих есть картинки. То есть ресурс для того, чтобы это быстро сделать и протестировать, у нас есть. Неплохо получилось. Следующий ресурс, который у нас есть, может быть, вы уже догадались, это на том же рекламном месте, например, потестировать еще и смарт-байнеры. Ну, чтобы заполняемость релевантными ответами вот этого нового рекламного места для вас увеличить. Это одна из вещей, которую мы сейчас делаем. Еще одна вещь довольно очевидная. Да? Да. Я просто, извините, переключилась с кликера на ноутбук. Еще одна вещь, которую мы сейчас делаем, довольно очевидная, про которую не раз говорили, это добавление картинок на поиск. Тут уже мы накопили достаточное количество опыта и экспериментов. В принципе, если вы раньше просто задавали мне этот вопрос, я могла вам сказать, ребята, подождите, не добавляйте картинки к поисковым компаниям. Вот сейчас я готова сказать вам, пора. Мы будем в ближайшее время делать анонсы об этом. Тот дизайн, который мы сейчас обсуждаем, дизайн продукта, это добавление иллюстрации к первому объявлению, к первому объявлению на выдаче, к первому спецразмещению. Такой один из вариантов обогащения премиального места. Конечно же, это не финальный, ну, то есть не конечная точка развития вот этой всей картиночной истории. Вы можете видеть очень много наших поисковых экспериментов. Попадаете в них, задаете о них вопросы. Вот сейчас я вам рекомендую просто иметь в виду, что мы эти эксперименты продолжаем, что уже в принципе можно заливать в компании картинки и в этих экспериментах участвовать. Ничего дополнительно делать не надо, просто нужно, чтобы у вас был ресурс, который мы дальше используем на тестах и в дальнейшем в продакшене. И вот таких вещей на самом деле прямо бесчисленное множество. Как переиспользовать форматы, варианты креативов, которые вы уже нам предоставили. Мы стараемся здесь всегда, всегда делать больше и лучше. От форматов перейду к автоматизации, к упрощению. И тут большое спасибо коллегам. Мне подогнали свежий классный анонс опять. Мы переделывали и тестируем сейчас упрощенное создание компаний для рекламы мобильных приложений. Тут многое, это не конечная опять же точка развития продукта, но тут очень многое поменялось и упростилось. Мы постарались сделать так, чтобы рекламодателю, владельцу приложения, который обычно, ну так, статистически и физически не очень знаком с интерфейсом директа, с особенностью настроек, например, с работы с семантикой, можно было все эти шаги перескочить, именовать, не отрывая при этом возможности вручную, детально, как и раньше, для вас настраивать РМП-компанию. Что мы сделали? Мы на первом шаге, если коротко, добавили возможность завести приложение в директ довольно быстро, за пару кликов, ну то есть по ссылке указать приложение, подтянуть все данные из него и дальше подтянуть трекинговую ссылку. На следующем шаге это приложение у вас появится в списке едином на весь аккаунт, так же, как сейчас это делают условия подбора аудитории. И в дальнейшем оно будет, в общем, быстро подтягиваться во все компании. При создании компании дальше самым, ну таким, незамороченным людям, желающим ускориться, нужно будет только создать текст и добавить картинку. Причем и текст и картинка сохранятся, и при создании следующих объявлений будут тоже, ну, мы будем предлагать их предзаполненными. Можно будет с этим минимум действий предпринимать. Также в этой компании предустановлена CPA-стратегия с холодным стартом, и предлагается по умолчанию включать автотаргетинг, при этом рекламодатель может дальше добавлять в том числе и ключевые слова. Но запустить показы он может очень быстро, буквально за три шага. Раз уж я упомянула автотаргетинг, поговорю о нем и дальше. Это новый для нас продукт в этом году, но очень хорошо и активно развивающийся на поиске. Я коротко напомню, что он делает. Вы можете запустить компанию только с текстами, без ключевых фраз, добавляя их, если хотите, или не добавляя. Но система отвечает напрямую вашими объявлениями на релевантные поисковые запросы. Уже больше 100 тысяч клиентов используют этот инструмент, при том, что мы нигде никому его не предустанавливали до сих пор. И вот на слайде цифры за сентябрь у меня, я посмотрела сегодня утром, 107 с копейками там тысяч, то есть за этот месяц еще 7 тысяч человек тоже пришло, воспользовалось, потестировало. И в целом все остаются довольны, насколько я вижу. Вот на этом продукте я хотела бы от автоматизации постепенно начать переходить к качеству, к развитию и оценке вот этой качественной истории и поприводить вам немножко примеров того, как мы качество развиваем и поддерживаем. Может ли ошибаться робот? Конечно, может, как человек. Но важное отличие робота от человека, важное преимущество робота в том, что он очень системно старается учиться на своих ошибках и в целом к этому всегда готов. И вот тут конкретно в автотаргетинге, помимо истории, что мы, конечно же, смотрим статистику, показав, конечно же, корректируем работу робота, если он привел нецелевой трафик. Кроме этого, в помощь роботу есть еще и люди. Вы наверняка знаете, что у нас есть асессоры, у нас есть талокеры, у нас есть специально обученные люди, которые помогают так или иначе верифицировать качество наших сервисов. Это может быть поисковая выдача, может быть реклама, могут быть дизайны, например, объявления и так далее. Вот в случае с автотаргетингом раз в две недели примерно 30 тысяч пар. Пар, поисковый запрос и объявление поступают на анализ специально обученным людям, и они могут эти пары разметить, оценить по шкале, вот по этой, которая на слайде, от идеального ответа до ужасного. Тут немножко примеров, как это может происходить. Если ответ очень хороший, то есть оценивается как очень хороший, это значит, что он буквально попал в запрос. Также он может быть оценен как хороший. Это значит, что, возможно, он не буквально совпадает с тем, о чем спрашивал пользователь, но точно дает хороший релевантный ответ. Ну и есть еще категории плохих ответов и очень плохих ответов. Вот очень плохие ответы. Хорибл — это специальная такая категория, которой мы оцениваем всякие упячки. Эта оценка регулярная раз в две недели происходящая помогает нам системно корректировать, переобучать автотаргетинг в том числе. Это постоянно развивающийся инструмент работы с семантикой, который помогает вам все лучше и лучше выходить на целевую аудиторию. Ну и маленький анонс. Не могу без анонсов сегодня. Автотаргетинг мы тестируем после успешного запуска на поиски теперь и в сетях. Вот в этом тесте не факт, что тест превратится в продукт, но проверить, конечно же, интересно. И потенциал, который позволяет нам построить гипотезу для этого теста, состоит в том, что на самом деле в сетях, и вы сами часто об этом спрашиваете, конечно же, не все поведенческие таргетинги, не все привязки могут быть, ну требуют на самом деле указания фразы, потому что у нас есть заголовки, у нас есть тексты, у нас есть знания о поведении пользователей. В общем-то, сейчас в тесте автотаргетинга в сетях можно проверить, как конкретно эти алгоритмы, какую долю они занимают относительно всех остальных, и как они отрабатывают. Нам интересно, вместе с вами, пожалуйста, если вас позвали, приходите, если не позвали, еще позовем, посмотрим. Ну и перехожу дальше от RSE к RSE и напрямую к работе с качеством. Я хотела рассказать вам не только про BitCorrection, про который вы наверняка все знаете, но и про следующие шаги в этой задачке. Мы уже внедрили в RSE стратегию с оптимизацией в сетях, то есть возможность повышать и понижать цену клика в зависимости от того, насколько высока вероятность конверсии. Следующим шагом, про который многие из вас спрашивали, мы создаем возможность для ручных стратегий указывать напрямую ту цель для оптимизации, которая вам интересна. Мы в октябре ее запустим. Ну и у нас было много анонсов про BitCorrection, и мы много об этом рассказываем, но, конечно же, развивая продукты для других уровней воронки, мы помним, что и оптимизацию, и защиту качества нам тоже нужно подстраивать под эти новые уровни и новые юзкейсы. И вот для защиты качества медийных компаний мы, в дополнение к BitCorrection, который работает для перформансных продуктов, внедрили технологию eShows, которая работает для оценки качества для медийных продуктов, по сути, оценивая качество каждого рекламного места, если оно ниже среднего, соответствующим образом снижая ставку, перераспределяя ваш медийный бюджет на более эффективные показы. Поверх всей этой истории работает антифрод, работает и постоянно развивается. И это абсолютно комплексная история. С одной стороны, вы можете фильтровать мисклики, усиливать фильтрацию некачественного трафика антифродом, и фактически отрубать для мошенников способы коммуникации. С другой стороны, вы можете BitCorrection или eShows рублем наказывать площадки, которые ходят по грани, делают что-то сомнительное, соответственно, пропорционально абсолютно их действиям снижать их заработки и создавать четкие ориентиры для того, что является качественным в нашем случае показом, кликом, пользователем. Над этой историей мы, конечно, очень много работаем, продолжаем вкладывать в нее ресурсы системно, никогда о ней не забываем. И последнее, самое важное направление нашей работы в этом году и в следующем, это, конечно, интерфейсы. Это новый интерфейс Директа, который на днях на прошлой неделе стал доступен уже всем по ссылке. Можно не просить доступ, можно начинать тестировать. Это очень быстро развивающийся бета. Там релизы раз-два в неделю происходят. Мы постоянно накатываем что-то новое, то мелочи, то более крупные вещи. И из последних релизов, которые страшно меня радуют, это начало тестирования рекомендаций. Вы еще не все видите их, я бы сказала даже, что большая часть из вас пока не может увидеть эту панель, потому что мы тестируем ее на процент. Но мы уже начали тестировать отдельные советы на рекламодателях. Взяли самые простые. Пожалуйста, не думайте, что мы на этом остановимся. Советов будет больше, они будут очень разнообразные. И самое главное, с моей точки зрения, плюшка этой истории в том, что для вас эта панель, эти рекомендации интерактивные, это дополнительный способ массового редактирования, дополнительный инструмент быстрого внесения права в компании, быстрого управления. Потому что мы стараемся в каждой рекомендации, помимо того, что мы прогнозируем какую-то в цифрах выгоду для пользователя по возможности, будь это CTR или дополнительный охват или что-то еще, мы стараемся также под каждой рекомендацией по возможности сразу перейти к массовому редактированию, дать кнопку применить. Если по каким-то причинам перейти к массовому редактированию нельзя, например, это такой широкий совет про модерацию, мы как минимум агрегируем и вот сейчас экспериментируем в том числе и с текстами, чтобы они стали понятнее и лучше, советы, как поступить в этом случае, чтобы повысить эффективность. Я надеюсь, что до конца октября все больше и больше из вас и ваших клиентов начнут видеть рекомендации, начнут ими пользоваться, начнут давать обратную связь, и мы быстро сделаем вот такую полезную дополнительную панель в интерфейсе. Ну и самим новым интерфейсом, пожалуйста, пользуйтесь, пожалуйста, давайте обратную связь. Мы, правда, быстро бежим, мы специально выкатили его рано, мы специально делаем очень поступательное развитие этой системы, чтобы не в один день вот так вот шарахнуть вас по голове новым интерфейсом, а постепенно-постепенно знакомить вас с новыми разделами и предоставлять вам сразу по мере готовности инструменты, которыми уже можно пользоваться, например, новый подбор фраз. Поэтому не удивляйтесь, если готово не все, оно готовится прямо все время, прямо вот из-под рук вылетает и сразу в продакшн. Пожалуйста, давайте обратную связь мне, моим коллегам в разработке, мы все сделаем, чтобы вам стало удобнее и лучше. Ну, если подвести итоги, наши приоритеты — это развитие форматов, развитие автоматизации, повышение качества трафика и предоставление вам нового удобного интерфейса для того, чтобы в едином окне со всем вот этим работать, я хотела бы от этой истории тактической и стратегической перейти к кейсам и немножко с вами пообсуждать, что же получают клиенты. В случае с автотаргетингом, который я упоминала, клиенты получают хороший источник дополнительных конверсий. И вот здесь важно, я рассказывала про историю, как мы размечаем ответы, хорошие, плохие. Цель этого продукта — не выйти на тот уровень, когда плохих ответов совсем не будет. Ну, потому что этот робот, он, как и человек, должен прорабатывать в данном случае длинный хвост запросов. Там всегда что-то будет хорошее, что-то плохое. Цель этого инструмента — идеальное, хорошее качество его работы — это давать вам столько дополнительных конверсий, не тратя при этом ваши ресурсы, чтобы вот этот размен ресурсов на новую аудиторию был абсолютно для вас выгодным и уместным. Вот на слайде пример как раз такого размена. Это один из сотовых операторов, и у него, конечно, на первом месте по качеству брендовая компания, но отличить небрендовую от автотаргетинга очень сложно. Автотаргетинг дает им новые конверсии по сопоставимой цене каждой из них, при этом очень неплохо стоит. Вся эта история с точки зрения стоимости клика и обеспечивается даже лучше, чем у родных фраз глубина просмотра. Следующий мой любимый кейс — это ретаргетинг. Ретаргетинг у клиента из туристического бизнеса. 40% целевого трафика они получают именно с помощью нацеливания по условиям аудитории, возвращая клиентов в корзину, чего я вам рекомендую. Это правда, вот эта работа на этой стадии со своей аудиторией, то, что вы не отпускаете ее и ведете дальше поворонки, это правда очень хороший источник конверсии для рекламных компаний и большая зона роста для бизнесов в Директе. Еще один кейс при ретаргетинг — это Литрес. Это сразу двух зайцев я убила. Это ретаргетинг и мобильное приложение. Они возвращают пользователей в приложение. Это наш совместный кейс с... Так, с кем? Извините, с GetLoyal. Надеюсь, не последний. Литрес возвращает пользователей в приложение и конвертирует их в платящую аудиторию, потому что там есть и в приложении с книгами, и с аудиокнигами много бесплатных опций, но, конечно же, хочется добиваться того, чтобы растить ядро стабильно платящей аудитории. Вот с помощью RMP и ретаргетинга в данном случае удалось. Очень подробный хороший новый кейс опубликовали недавно. И последний кейс, про который я хотела вам напомнить, это видеообъявление, это видео CPC формат в Директе. И вот на его примере, кстати, видно, что коллеги наши получили много хороших целевых кликов, и при этом доля показов на видеоинвентаре у них сейчас не такая большая. В принципе, это тоже зона роста. И как раз появление отдельных видеообъявлений, которыми можно управлять, для которых можно прицельно повысить ставки для видеосети, это возможность для вас, на самом деле, потестировать, насколько больше вы можете получить качественного трафика из этого ресурса, из этих ресурсов. Ну, я постараюсь закруглиться. То можно. Класс. Тут я хотела, на самом деле, чуть-чуть выводов написать на слайдах и вместе с вами порассуждать. И лучше постепенно переходить уже к вопросам и ответам. То, что, ну вот, мне кажется, что в текущих условиях, в условиях, когда у нас все время меняется среда, под средой я подразумеваю инвентарь. Ну, то есть сегодня это видео, это наружка, завтра это еще что-то. Ну, то есть никто уже не считает чем-то новым, на самом деле, показы в смарт-ТВ. Я включаю на кухне телевизор, и мне там объявление ламоды показывается. Это, кстати, работает тоже при таргетингу. И тут, с одной стороны, вот вам, как специалисту, мне, как специалисту, не надо руками, ну, все меньше необходимости руками клепать эти баннеры под разные виды инвентаря. И вот на это как раз очень сильно направлена автоматизация, в том числе и наша в Директе. С другой стороны, очень важно понимать, что ваше рекламное сообщение сейчас присутствует в десятках разных типов экранов, что оно с пользователем в самых разных ситуациях. Это мобильный, это телек, это наружка, это самые разные экраны девайсов, всех остальных. И хорошо бы это сообщение, если не адаптировать в идеальном мире, то как минимум проверять, как же оно там смотрится, заглядывать в превью, сегментировать по хорошему аудиторию на большее количество групп по воронке, например. Можно не по воронке. Важно, чтобы вы понимали, какую ценность каждый сегмент вам приносит, какое вы создаете для него сообщение и как все это воспроизводится. Потому что сейчас возможности для полноценной коммуникации очень большие и станут еще больше. Но вот работой с креативом, там кажется, такая зона роста огромная, судя по тому, что я вижу в текущих настройках ретаргетинга, в текущих компаниях, даже крупных брендов, очень много. То есть вы еще можете провести такое количество экспериментов, и мы вместе с вами, что я даже не знаю, вам это интересно в принципе, потому что, по-моему, сработает очень круто. И я вижу первые опыты рекламодателей, которые показывают, что это правда так. Ну и вторая история, на которую я хотела обратить внимание, это аналитика. Вот мы недавно с Антоном, кстати, были на конференции, профессиональной, отраслевой, и каждый второй, если не каждый первый докладчик сказал, мы разрабатываем на питоне. И вообще это была такая флагманская тема, мы разрабатываем для себя что-то, чтобы управлять компаниями. Но мне кажется, многие, многие, многие докладчики очень скромно обошли вниманием то, насколько глубоко они при этом погружаются в аналитику. Они не просто смотрят в отчеты и оценивают привычные метрики, они реально экспериментируют, ранжируют компании порой, выбирают семантику порой, креативы порой, что-то еще, миксуют это все. Как глубоко они зарылись в качественную проработку гипотез, потому что, мне кажется, хорошему специалисту важно сейчас при таком обилии возможностей рекламных прорабатывать именно эту часть. Зачем мы это делаем, что мы с этого получаем, какой вклад дают нам разные источники в финальное количество конверсий и качество трафика, и как я буду поступать с этим дальше. На мой взгляд, это реально самое главное в работе, тестировать сообщения и креативы, и все время оглядываться на эффективность. Ну, и я надеюсь, что дальше я вам немножко поотвечаю на вопросы, и мы вместе придумаем что-то еще. Спасибо вам большое. Здравствуйте, спасибо большое за полезный доклад. Здравствуйте. У меня достаточно скучный, мне кажется, и частый вопрос. Давайте же. Планируете ли вы добавить возможность добавить добавление нескольких форматов изображения в одно объявление? Хороший вопрос. Подождите. Стандартное и широкоформатное? В смысле, не делать этого отдельными шагами? Не создавать несколько объявлений для того, чтобы были разные форматы изображений. Знаете, очень хочется, но я не уверена, что это есть в ближайших релизах, и я бы не обещала вам заранее, но мы много это обсуждаем в том числе. Здорово. Потому что я прекрасно понимаю, что это не очень удобно. Спасибо. Спасибо вам. Так, следующий вопрос. Вот здесь был с этой стороны, Оль. Так, сейчас я встану. Очень тесно. Всем привет. Меня зовут Алексей. Вот вопрос такой. Вы в начале доклада указали на то, что вы будете в поисковой кампании для первого спецразмещения картинки вставлять, правильно? Вот немножко расскажите про эту историю, то, что только ли для первого спецсайта будет использоваться, либо для каких-то еще, потому что цена клика на первое спецразмещение это довольно-таки дорогая, как все мы знаем. Пока обсуждаем именно первый спец в этом случае. Смотрите. А уже тестится эта тема? Да, тестится. Да, тестится. Мы прямо в ближайшее время готовы делать анонс про то, что мы планируем эти тесты продолжать и выходить на продакшн. А еще один вопрос. Видел, очень много тестируется. В середине, то есть где-то в органике выдача у нас получается. Когда эта история ведется? А в мобиле она так и работает уже. Мы на точевых экранах, мы уже это запустили, в десктопе пока не вышли на тот уровень тестирования, ну когда считаем, что да, классно, давайте и там тоже запустим. Окей, спасибо. Спасибо вам большое за вопросы. Я могу в куларах еще поотвечать. Еще один вопрос. Оль, вот здесь вот Аня. Нет, нет, нет. Раньше на втором, третьем ряду. Привет, меня зовут Аня Зимина. Привет, Аня. Я со своими любимыми вопросами, ты знаешь, о чем я сейчас буду спрашивать. Я читаю мысли. Да, медийная реклама в Директе. Почему все так грустно? Когда будет лучше? Как вы планируете развивать продукты? Очень мало возможностей. Вы так много делаете для Директа и так мало делаете для Медийки, что мы страдаем. Это боль. Володя, хочешь ко мне? Вова, где ты? Привет. Аня, смотри, у нас, конечно, в приоритетах и медийку продолжать развивать дальше. Ну вот мы сейчас, мы выкатили АПИ, мы выкатили новые таргетинги, мы продолжаем, ну в смысле эту тему. Давай прямо по твоему фидбэку конкретно просто пройдемся дальше. Там петок вопросов в чате, вы сейчас их увидите. О, отлично. Ну давай просто я там, мы с Володей посмотрим и там поотвечаем. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо, у нас есть еще вопросы в чате, может быть за это время пока появится что-то еще в зале. Даш, вопрос такой, он стратегический. Вот все, кто в общем-то работает с Директом, так или иначе, особенно те, кто здесь присутствует, это профессионалы, которые умеют запускать компании, создавать рекламные материалы и так далее. Зачем мы придумали новый интерфейс? Зачем он нужен профессионалам? Во-первых, мы очень хотели, и мы к этому идем, объединить вещи, которые раньше были совсем на разных экранах в нашем случае, это статистика и это управление креативом. Ну и, конечно, мы очень хотим туда добавить больше массового редактирования. Сейчас мы пошли, вначале мы пошли от фильтрации, от работы с фразами, но чем дальше, тем больше, мы будем просто разгонять вашу работу и с точки зрения скорости загрузки интерфейса, мы правда над этим сильно работаем, и с точки зрения количества операций, которые сейчас вам приходится делать через какие-то альтернативные способы взаимодействия с вами. Мы хотим, чтобы вам меньше, ну если вы не автоматизатор профессиональный, чтобы вам меньше приходилось ходить в API, чтобы вам меньше приходилось пользоваться Excel, чтобы вам не приходилось, чтобы вы меньше зависели от командора. Все вот это мы хотим собирать в интерфейсе, и чем больше обратной связи именно по юзкейсам, которых вам не хватает, вы нам даете, тем активнее мы вот именно в эту сторону двигаемся. Отлично, спасибо. И еще один вопрос. Под понятием наружная реклама, какую именно рекламу ты имела в виду, пока рассказывала в презентации об этом? И indoor и outdoor. У нас есть и то, и другое, и то, и другое тестируется, и развивается, и планирует приехать в директ. Поэтому, пожалуйста, приходите к менеджеру, он вам расскажет все подробности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!